В новый сезон без аварий в региональном правительстве обсудили безопасность электроснабжения, подвели итоги прошедшего осенне-зимнего периода и проанализировали причины технических нарушений. Энергетики отчитались о проделанной работе. По балансовой ситуации наблюдалось снижение выработки электростанций на 29% и рост потребления на 2,8%. Основными причинами увеличения потребления в рассматриваемый период явился температурный фактор, в том числе из-за более низкой температуры наружного воздуха в ноябре 2016, в декабре 2016 и в феврале 2017. Снизить количество аварий сейчас приоритетная задача энергетиков. Как правило, основные причины ЧП – устаревшие сети и установки. Некоторые необходимо ремонтировать капитально, а некоторые требуют рядовой наладки. Было зафиксировано 577 технологических нарушений. В основной сети снижение на 6%. Длительность технологических нарушений была снижена практически на 50%. Массовых и значимых технологических нарушений не зафиксировано. Зампред правительства региона Максим Громов дал распоряжение энергетикам до 10 июня представить план предупредительных мер для следующего осенне-зимнего периода. В разработке – единая программа перспективного развития электроэнергетики региона. В программном документе представлены характеристики энергосистемы, анализ текущего состояния, обозначены существующие проблемы и узкие места, определены основные направления развития энергокомплекса. В программу вошли мероприятия по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению объектов сетевой инфраструктуры. Реализация программы рассчитана на период с 2018 по 2022 год. Схема уже доработана, утверждена губернатором и отправлена в Министерство энергетики России для согласования.